Северная Осетия Невероятно красивое место с роскошными видами. А еще это родина набирающих все большую популярность не только в России, но и за рубежом осетинских пирогов. Тут даже говорят о том, что пироги – это не совсем еда. Имеется в виду их ритуальное применение. Залина, почему осетинские пироги имеют такое мощное ритуальное значение? В мире много разных пирогов, но я нигде не видел, чтобы с ними молились. Почему это в Осетии так? Наиболее важным элементом в ритуальной пище осетинской, конечно, являются осетинские пироги. Дело в том, что любое осетинское застолье, оно не предполагает элементарного употребления пищи. Пироги – это духовная составляющая, это ритуальная часть культуры осетинской, которая уходит своими корнями в глубокую древность, соотносящуюся с арийской, фасарманской, холанской культурой. Само приготовление пирогов имеет глубочайшие сакральные смыслы. Все компоненты, которые используют при приготовлении, они также имеют высокий ритуальный статус в осетинской культуре. Как то пшеничные зерна, сыр и некоторые другие компоненты, при приготовлении которых также соблюдались определенные обряды. В силу своей формы он имеет также смыслы, которые говорят нам о изобилии. Именно пироги, начиненные сыром, являются наиболее значимыми для совершения ритуалов. Осетинские пироги, если мы будем говорить о геометрических формах, они выпекаются трех форм. Круглые – это канонические круглые пироги, треугольные и овальный пирог. В случае, если эти пироги предназначены для обрядового моления, обращенного к создателю, к покровителю женской сферы жизнедеятельности и к покровителю домашнего очага шафа, то выпекаются исключительно круглой формой пироги. Если эти пироги предназначены для обрядового моления какому-либо из небесных покровителей, то они выпекаются треугольной формой. Что касается овального, то он выпекается, за исключением редких случаев, в единичном варианте и предназначен он, бывает, для детей. Всего существует три традиционных начинки для осетинских пирогов – из свекольной ботвы, мяса и осетинского сыра. Сыр делают из молока местных коров, в которое добавляют фермент из говяжьего желудка, превращая в творожистую массу. Ее собирают, слегка отжимают и либо сразу пускают в дело, либо оставляют в рассоле на пару-тройку дней. Тогда она затвердеет и приобретет фирменную кислинку. Сочетание сыра и теста роднит осетинские пироги с пиццей. И некоторые историки даже высказывают предположение, что кавказский рецепт был чуть ли не прародителем итальянского. Предки современных осетин – аланы – служили в римских войсках. Есть даже версия, что император Марк Аврелий, чья конная статуя возвышается над одной из площадей Рима, восседает именно на аланском скакуне. Субтитры подогнал «Симон» Осетины очень гордятся своими традициями. В селе Нижний Унал молодые горячие ребята восстановили древние родовые башни своей семьи Цалаговых. Теперь там этнокультурный центр. И гостям показывают не только диковины из осетинского быта, но и рецепты местной кухни и вовлекают в танцы, что смотрелось несколько экзотически, но всем было весело. Субтитры подогнал «Симон» Во время осетинской свадьбы. Почему их три? Значит, первый пирог – бог фусал, второй пирог – это солнце фур и третий пирог – жах земля. Во время праздничных застолий, любых индивидуальных застолий, их раздвигают, и старший возносит молитву к невестным силам. Вот в каких частях свадьбы участвуют эти пироги? Когда со мной застолье начинается, когда приезжают за невестой, когда подходят к невесте и уже разрешают ей переодеться, когда невесту выводят из родного дома, подводят к старшим, все это происходит с пирогами. Дальше ее забирают, ее приводят в дом уже, ее теперь уже основной дом, да, в дом ее мужа. Там ее тоже встречают пирогами, возносятся молитвы над этими пирогами. Есть ли у вас объяснение, почему так исторически сложилось? Почему именно пирог стал таким важным элементом? Вы знаете, есть, конечно, такая версия тоже. У нас в горах достаточно ограниченные были наши возможности гастрономические, поэтому мы использовали то, что было в хозяйстве – молоко, сыр, тесто. Вот наши прекрасные пироги делают с зеленью подходит стекольной, то есть ее не выбрасывать, с ними делать. Но вот сакральные, такие мультфильные – это только с сыром, причем с сыром осетинским, который тоже делается старинным способом. Ну а теперь главный вопрос – как не лопнуть на осетинской свадьбе, потому что постоянно угощают? Это очень сложный вопрос, да. Действительно, вот гостеприимство и наши пироги, они достаточно сытные, ну, это сложно. Кто готовит эти пироги? Вот на такой традиционной осетинской свадьбе обычно пироги готовят женщины-соседки, их называют пищинками. Традиция сама эта, она тоже очень такая древняя, потому что именно соседи всегда оказывали помощь в какой-то непростой момент. Все помогают, пирогов много, все будут сыты, все будут готовы. Главным в праздничной стадии застолий является, когда уже пироги готовы, жертвы животные подготовлены, и вот именно тогда произносятся все главные молитвы, произносятся благодарность мультфильм, просьба мультфильм, чтобы у молодых, которые начинают новую жизнь, все было хорошо, чтобы они жили долго и счастливо. Удивительный край Северная Осетия. Желаю всем хоть раз там побывать.